Специалисты этой особой службы знают боевую технику и вооружение на уровне конструкторов и технологов, ее создавших. Речь идет о военных представительствах Министерства обороны на предприятиях военно-промышленного комплекса. Что такое армейская ОТК и почему качество – отличительная черта белорусского оборонного комплекса, узнавали наши корреспонденты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь цикл создания этой уникальной военной техники от опытно-конструкторской работы для изготовления и передачи готового образца в войска контролировало военное представительство под руководством подполковника Валерия Рылика. В эти дни оно отмечает 45-летие. Военное представительство было организовано 2 июня 1970 года. При Минском филиале на Ушесе-исследовательского центра электронных вычислительных машин стояла задача. Наладить систему военного контроля, технических средств и программного обеспечения. Без малого за полвека изменилось многое. В модернизированных высокотехнологичных цехах собирают беспилотники, боевые роботы, наукоемкие средства наземной и воздушной разведки. Участие человека в их работе сведено к минимуму. Расчеты производит искусственный интеллект. Но пока еще ни один компьютер не способен заменить военпреда. Сегодня номенклатура принимаемых изделий выросла в десятки раз. От печатных плат и до космических систем дистанционного зондирования Земли. Более чем на 20 предприятиях промышленности. В том числе под контролем военного представительства происходила модернизация таких изделий, как подвижный радиосатомер ПРВ-16, радиолокационные станции Р-409, а также углубленная модернизация зенитно-ракетного комплекса БУК-МБ. Идут последние проверки зенитно-ракетных комплексов БУК-МБ, модернизированный белорусский, перед отправкой заказчику. Возникающие вопросы главный конструктор Юрий Полынкин и подполковник Валерий Рылик решают оперативно. Сложный наукоемкий проект на особом контроле. По сути, это новый комплекс. Глубина модернизации 90%. Большая часть комплектующих производится в Беларуси. Глубина данной модернизации позволяет боевые параметры изделия по точности поражения и по дальней границе обнаружения порядка на 50-60%. Что переводит изделие в разряд более успешных современных зенитно-ракетных комплексов. Требования к качеству боевой техники жесткие. Каждый узел или электронный блок должен работать в условиях экстремальных температур, выдерживать высокие механические и ударные нагрузки. Это испытательная лаборатория НИИ-ЭВМ. Специальные климатические камеры имитируют перепады температур от минус 60 до плюс 50 градусов. При стопроцентной влажности работать в таких условиях способна только военная техника. Проводим испытания при непосредственном участии представителей заказчика. То есть работаем в постоянном контакте. Они контролируют задания и поддержания испытательных режимов. Как правило, нареканий не возникает. В этой камере происходит испытание устойчивости покрытия коррозии. В соляном тумане изделие находится трое суток. По степени влияния агрессивной среды эти 72 часа сопоставимы с несколькими годами нахождения изделия в морской воде. Результат контрольной проверки – все системы зенитно-ракетного комплекса работают исправно. Высокое качество нашей продукции в первую очередь достигается путем тесного сотрудничества с военной приемкой Министерства обороны Республики Беларусь. Это в первую очередь за счет того, что мы выполняем технику в соответствии со стандартами проведения этих испытаний. Проверяется качество, выявляются все недостатки вооружения военной техники. И после них устраняется. И только после этого под руководством военной приемки мы передаем нашу технику заказчику. Предприятие ВПК – основной поставщик оборонительных систем для национальных вооруженных сил. Также они активно работают на международном рынке. Формула, цена, эффективность, надежность – главный критерий востребованности образцов. Впрочем, у отечественных предприятий есть важное преимущество перед конкурентами. В настоящее время качество является брендом белорусского военно-промышленного комплекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова